Возраст 50+, сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, а также ожирение – это факторы, которые могут привести к тяжелому течению COVID-19. Но их отсутствие вовсе не гарантирует, что коронавирус не даст осложнений. Проблема болезни в том, что ее симптоматика до конца еще не изучена, и полностью защитить себя мы пока не можем. Поэтому важно правильно действовать при первых симптомах заражения. До результатов мазка принимать противовирусные препараты, а в случае положительного теста точно следовать рекомендациям лечащего врача. У запатентованного лекарства от COVID-19 есть целый ряд противопоказаний. Препарат нужно принимать под контролем врача, в том плане, что он имеет побочные действия, повышается мочевая кислота в крови. Ну, ряд нюансов. У кого тяжелое заболевание печени и почек, его нельзя использовать. Самое главное – никакого самолечения. Неправильно подобранные препараты принесут больше вреда, чем пользы. А если есть отягчающие и сопутствующие заболевания, то по новым правилам человека с положительным анализом на COVID-19 должны госпитализировать. Даже при легкой симптоматике. Течение болезни у групп риска непрогнозируемое и отсутствие медицинского контроля может привести к печальным последствиям. Болезнь протекает очень коварно. Первые пять дней. Вообще никаких серьезных нет симптомов. Обычно это потеря обоняния может быть, да, там какой-то насморк, заложенность носа, боль в горле, покашливание. А начиная на седьмой-восьмой день болезни или десятый день, это уже, конечно, тяжелая форма болезни начинается. Резко повышается температура, одышка и человек нуждается в экстренной госпитализации. Профилактика COVID-19 проста и понятна. Маски, проветривание помещения и увлажнение воздуха, физическая активность, правильное питание и витамины. Восстановительный период после болезни тоже важен и он тоже должен проходить под присмотром врача. Особенно после тяжелого течения болезни. Через три месяца, через шесть и через двенадцать месяцев нужно делать контрольное КТ, если были массивные изменения легочной ткани. Вообще рекомендуют два года наблюдаться после COVID-19, в том числе УЗИ сердца проводить, на предмет аритмии, УЗИ исследования, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. То есть нужно комплексно наблюдаться. Умеренные физические нагрузки, адекватное питание с исключением сахаров и быстрых углеводов, рациональный режим труда и отдыха, а также витамины В, Д и фолиевая кислота помогут сократить период восстановления после COVID-19. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.